Сроки проведения чемпионата России по серфингу в Сочи организаторы обозначили с 1 по 14 октября. Когда именно спортсмены выйдут на старт, решала только погода. И сегодня пришла та самая волна. Волна достаточно резкая. Мы очень внимательно всегда следим за прогнозом и выбираем самые экстремальные условия, которые дает Сочи. Эти условия, говорят организаторы, идеальны для проведения турнира в дисциплине «Короткая доска». Именно резкая волна позволяет совершать наиболее экстремальные маневры. Волны, в принципе, схожи, потому что у нас на море тоже небольшое, японское. И тоже волны приходят 7 секундные с периодом. Но кататься можно. Сегодня идеальные волны. В этом году на споте хоста, который шутя называют хоста Рика, в рамках российского чемпионата покоряли волну 45 профессиональных серферов. Это спортсмены из разных городов страны, а также россияне из Индонезии, Панамы и Америки. У нас в этом году очень интересный, насыщенный состав среди мужчин и женщин. Приехали спортсмены из других регионов, спортсмены из-за границы, которые в основном там выступают, участники сборной команды. В число сильнейших серферов попал и сочинский спортсмен. Из экзотической дисциплины серфинг и в нашем городе уже давно превратился в популярный вид спорта. В Сочи уже 8 лет мы катаемся, и с каждым годом становится все больше и больше людей, открываются новые места. Но проблема в том, что это не океан, и волн не так много, как на океане. Это море, поэтому спортсменов не так много, но все равно стало гораздо больше людей кататься. Помимо профессионалов, на турнире катались и любители, как их в Сочи немало. Для Сергея Захарова это уже второй чемпионат России. В прошлом году попросту не хватило опыта. На доске он стоял всего год. В этом году я катаюсь уже два года, опыта чуть побольше. И в прошлом году я готовился всего один месяц, как бы так поехал, не особо там ни на что не надеясь. В этом году у меня серьезные планы, я готовился полгода. Чемпионат России в Сочи проводится уже второй год подряд. Как говорят организаторы, здесь качество волн особо не отличается от условий мирового чемпионата. В этом году он прошел в Японии. Российские спортсмены показали там хорошие для себя результаты, благодаря которым наша страна поднялась на 6 строчек в рейтинге, переместившись на 27 место из 42. Ну а по результатам чемпионата в Сочи будет сформирована сборная страны, которая поедет на европейское первенство в следующем году. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.